Пока графические дизайнеры спорят, вытеснит ли векторная графика пиксельную, дизайнеры других сфер заявляют прямо – пиксели имеют право на существование. Более того, они в большом фаворе. Рисунок в виде самого себя, но увеличенный до такого размера, что становятся видны составляющие его точки, сейчас стал довольно распространенным декором чего бы то ни было. Начну с общего, с интерьера. Здесь есть варианты и для консерваторов, желающих слегка разнообразить скучное пространство вокруг себя, как, например, небольшие стикеры или картины. И для людей, не боящихся масштабного искусства, которые с удовольствием оформляют свои стены большими пиксельными рисунками или даже их более объемными аналогами. На сегодняшний день большинство дизайнеров уходят от использования в интерьере классической мебели. Они ее видоизменяют и смешивают в интерьерах различные стили, что в общей картине смотрится довольно необычно и нескучно. Само понятие пиксельной мебели довольно размыто и может варьироваться от стилизованной расцветки обивочной ткани до объемных предметов мебели или даже целых скульптурных композиций. Такие предметы интерьера могут стать настоящими произведениями искусства, как, например, мебель, предложенная нам дизайнерской студией Баддини Креатим. Она содержит в себе все самое лучшее от французской культуры 18 века, но в то же время несет частичку современного компьютерного искусства. Не отстают от креативных дизайнеров и их коллеги по цеху – модельеры. Кунихико Маринага создал коллекцию модных платьев, украшенных пиксельными принтами. Свои образы он дополнил обувью и аксессуарами, сконструированными из таких же разноцветных квадратиков. А его единомышленники из Сан-Франциско Майк и Майк разработали серию украшений под названием Stolen Jewels. Используя знакомый каждому поиск изображений Google, дизайнеры отыскали фото самых известных и дорогостоящих драгоценностей в мире. Эта красота была увеличена до самых квадратиков, а после распечатана и вырезана на листах выделанной кожи. Современным модникам также должны прийтись по вкусу часы, очки, галстуки и другие аксессуары, выполненные в пиксельном формате. Самые смелые любители восьмибитного искусства украшают свои прически в революционной технике окрашивания волос, придуманной стилистами из Испании в мадридской студии Expression. Для пиксельного окрашивания используется несколько однотонных цветов, которые располагаются слоями прядь за прядью. А если вы являетесь истинным поклонником компьютерных технологий, и ваша жизнь неразрывно с ними связана, чего уж мелочиться, сделайте себе тату с пикселями. Эта модная тенденция не обошла стороной из самых известных тату-мастеров. Говоря об искусстве в квадратике, я не могла не упомянуть использование конструктора Лего для реализации творческих идей. Одни художники пытаются воспроизвести с его помощью известные мировые шедевры скульптуры и живописи. Другие размышляют на тему социальных проблем. Уличные художники просто развлекаются, а модные дома с удовольствием обращаются к этой теме при создании новых коллекций аксессуаров. И на сладкое в прямом смысле этого слова я оставила дизайнера-иллюстратора Акихиро Митсууки, который разработал модульную систему создания индивидуальных шоколадных вкусов. При помощи Лего-деталей, отлитых из разных видов шоколада, вы можете создать несчетное количество комбинаций и по полной насладиться оттенками вкуса своего любимого лакомства.